Провокация. Я вообще об этом не думала. У меня нет таких мыслей. Абсолютно. Добрый вечер, дорогие друзья, нет у меня таких мыслей. Вот я публикую фрагменты из фильмов художественных, снятых по библейским сюжетам, либо полностью фильмы, и трачу немало времени, чтобы дать описание, чтобы все рассказать, а что, а где, а как, почему я решила опубликовать об этом библейском персонажа, об этой женщине, о которой написано в библии. У меня нет никаких иных мыслей, кроме того, чтобы побудить человека, посмотрев этот фильм, коли не читают библию, чтобы хотя бы фильм зацепил людей, и им стало интересно и вникнуть, как-то погрузиться, чтобы узнать больше. Вот, например, одно из последних, потому что всю неделю сейчас я публикую о женщинах, о библейских, ну, в связи с тем, что весна наступила, наши праздники с вами весенние, все расцветает, мы с вами тоже расцветаем. Вот блудница Рааф, Ерихон, да? Моисей уже передал эстафету Иисусу Навину, он не вошел в землю обетованную, он дал ему напутствие, его Господь предупредил, что ты не войдешь, Моисей. Иисус Навин принял все это, Богом был помазан на служение. И вот эти соглядаты, которые пошли, понимаете, ну, в фильме, ну, это же художественный фильм, да, они сняты по Библии, все взято оттуда. Но если мы с вами будем просто зачитывать библейские стихи, то это уже будет не художественный фильм, это будет просто то, что вот мы с вами аудиокниги библейские слушаем, это будет просто полностью библейское повествование. Я очень люблю, я слушаю, потому что, если прекрасно, тембрально все это идет, я вообще с таким удовольствием слушаю, что бы я ни делала, я слушаю, я и засыпаю, слушаю, просыпаюсь, слушаю, все время слушаю, 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 и сама читаю и слушаю. Ну, ведь это же художественный фильм. Иисус Навин и Халев, все правильно. Еще Моисей был жив, потому что вот в книге числах написано, но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею этой землей, потому что мы можем одолеть ее. Получается, это было еще до того, как Моисея не стало. То есть Моисей отправлял соглядата из 12, 10, сказали, не, да вы что, да мы не возьмем его, там такие, а Иисус Навин и Халев сказали, что возьмем, Бог с нами, мы возьмем этот город, возьмем его. А в фильме показывает, что уже Иисус Навин, когда взял уже эстафету, передал ему Моисей, он отправляет туда еще двоих соглядатаев, и в книге Иисуса Навина со 2 по 6 главу там описаны события, когда они там пытались спрятаться, то есть они были обнаружены, они были обнаружены, и Рааф, плудница, их спрятала, спрятала, и потом она помогла им бежать из города, после того, как они все увидели. Но они главное, самое главное не то, что увидели, а они услышали. Через Рааф, через эту женщину они услышали, что, она говорит, кто вообще может тягаться с Единым Богом? Кто? Мы же знаем, мы же слышали, как вы выходили из Египта, то, 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 то. То есть нужно читать писание конкретно. Вон, пожалуйста, языческая женщина, мало того, блудница. Город погрязший во грехах, там вообще все там. Нужно просто читать первоисточник. Но самое-то интересное, цель-то моя какая. В фильме не рассказано, какова судьба-то дальше этой женщины, а Библия-то нам рассказывает, какова ее судьба. Вот вам блудница, которая покаялась, которая приняла всем сердцем Господа, которая стала служить Ему, которая просто имела страх Господень. Огромную веру и страх, любовь к Богу и страх Господень, чтобы сделать что-то не так, покаялась, так она стала пра-пра-пра Иисуса. То есть если ветку смотреть, читайте описание. Читайте описание, то, которое я всегда опубликую под видео, когда я опубликую подобные вещи. Но народ почему-то, понимаете, самое главное, народ не замечает, что здесь о любви Божьей, здесь о вере в Бога, здесь о силе Бога, здесь как коварно женщины могут быть, почему мужчина позволяет, тот же Самсон, почему он позволил, значит. Люди-то замечают, самое главное не это, а то, что у меня в названии написано Далида, а не Далила, а Далида написано. Самсон и Далида. А ты там тёмная туда-сюда. Вы думаете, я отвечаю на подобные вещи? Нет. Я неправильно сказала сначала ударение Далида. Далида – это французская певица. Далида. А вот Далида – это героиня библейская. Причём задолго, задолго, задолго появившаяся на свет, чем французская эстрадная исполнительница Далида. Поэтому давайте не будем. В Библии написано не Далила, а Далида. Я не, понимаете, я не беру из источников, из Википедии или ещё откуда-то всё. Я беру из Библии. Поэтому я людям не отвечаю. Я просто беру, цитирую. Мне выдаёт поисковик симфонии библейской. Ну, конечно, я просто… Не книга Иисуса Навина. У меня просто тут два совершенно разных повествования. Одно про Ерихон, про Рааф. А сейчас я просто про Далиду. Книга Судей. 16 глава. 4 стих. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Далида. А не Далила. Ну, впрочем, понимаете, если людей забавляет это, чтобы оскорбить меня и написать, ты там темнота полная, это не в мой адрес, вы понимаете, пишите. Вот люди пишут. Они же не мне пишут. Мне совершенно филаретного, что они там мне пишут. Они идут против Слова Божьего. Написано. В Библии написано Далида, а не Далила. Может быть, там, в просторечии как-то, или ещё где-то, или в каких-то других там переводах ещё как-то. Ну, вот я беру Библию, открываю, читаю. И даже электронный вариант мне даёт тоже букву Д, а не букву Л. Поэтому я на людей вообще абсолютно... Меня просто поражает. Поражает, что цель-то другая совсем. На оскорбления я не реагирую. Я всех сразу прощаю. Мне их жаль, этих людей. Что они другого-то не видят. Они только букву видят. Букву видят. А буква, как правило, и написано в Писании, она убивает букву. Буква убивает. Поэтому зачем? Зачем? Так хочется, чтобы мы выросли духовно. А вера наша именно выросли, в вере выросли. А вера наша возрастает от слышания, от слышания, от Слова Божьего. Поэтому читаем Писание и возрастаем. И возрастаем. Поэтому почитайте. Почитайте Описание. Как после того, когда Раф раскаялась, когда вошла в семью Бога Всевышнего, как он благословил. Вот вам блудница. А люди говорят мне всё время, да я конченый, да я какое мне прощение, да я... Ну как же заблуждаются люди. Ну как же вы заблуждаетесь, какими бы мы ни были. Но ведь любящий отец, отец любит нас, мы его все дети. Только мы либо отпали, либо мы пошли блудить, либо мы забрали пол своего там наследства, как притча о блудном сыне. Она же не о сыне, она о любви Божьей, когда он вернулся к отцу. Не на то акценты делают люди, он любит. Какие бы ни были наши дети, как бы они ни вели себя по отношению к нам, но мы же не перестаём их любить. Мы же любим их, мы ждём, мы верим, мы надеемся. И справиться больше не будет. И живём, и радуемся, каждой минутой светлой радуемся и благодарим Бога. Как же Бог, который всё сотворил, как же Он не радуется, как же Он не простит. Можешь не прости. Но мало того, я говорю, подчерк Бога просто потрясный, просто потрясный. И ни одна Раф, блудница, ни одна Раф имеет вот такую историю, интереснейшую историю. Книга Руфи, книга Руфи. Она, Моавитянка, Моавитянка, тоже я о ней опубликую, не знаю, до вот этого повествования. Это будет, либо позже пойдёт, буду публиковать о ней историю. Она, кстати, стала женой Ваоза, а эта ветка как раз Рааф. Значит, конечно, сначала пойдёт Рааф, а потом вы посмотрите историю Руфи. Она вообще идолопоклонница была. Там что творилось вообще, Моавитянка. Как Господь её простил, принял, принял, как благословил её. То есть она-то тоже ветка Давидова была, потом Иисус по ветке Давида родился. Вот так вот. Поэтому Бог всех нас любит. И Его почерк, Его пути, о-о-о-о, настолько всё интересно, настолько интересно. И у каждого из нас с вами определённая миссия здесь на Земле. Определённая. Есть общая воля Божья, она прописана в Писании. А есть индивидуальная воля, познать которую мы можем, только лишь вступая в личный контакт с Господом Богом, общаясь с Иисусом. Только лично. Тогда Он скажет. Тогда Он скажет. Вот пример, сейчас я вам приведу пример. Вот в группе духовного роста, которая исполнилась 2 марта год, которую я начала, и тоже я не думала об этом. Господь просто, я утром молилась, Он говорит, сядь и начни эту группу вести. Хорошо. Я села и начала её вести, эту группу. Времени очень много отнимает. Я публикую три раза в неделю, четверг, суббота, воскресенье. Но я счастлива этому времени, я даже на работу не хочу идти, я еле отрываюсь, потому что так интересно, хочется пить, есть, пить, есть. Пишет мне в эту группу, в сообщение, не в комментарии, а в сообщение. Не пишет, а в видеообращение отправляет мужчина. Кстати, я посмотрю, вдруг он мне написал, чтобы не быть голословной. Он мне отправляет видеообращение по поводу того, что ему необходима операция. Операция, ему 59 лет, он инвалид, он колясочник, живёт с супругой на его пенсию, как он сказал. То есть уже непонятно, почему супруга ничего не получает, либо он не озвучил. Вот я нажимаю сообщение, зашла в группу, нажимаю. Я ему ответила. То есть, смотрите, вот получаю такое письмо, христианка. Господь сказал быть щедрыми, творите добрые дела, помогайте людям. Вот получаю такое сообщение. Казалось бы... Казалось бы, я должна сразу же как-то отреагировать, помочь человеку. Нет. Господь тормозит меня. То есть было выслано видеообращение, была выслано фотография, скрин заключения медицинского. Очень мелко, в любом случае бы я не прочитала. Но видеообращение, вот оно, я сейчас зашла, и последним мой ответ. Я остановилась. Я говорю, Господь, что мне делать? Подскажи мне, как быть. Он мне тут же подсказывает. Я его просто слышу. Напиши. Так. Дайте мне ваш домашний адрес. Я пишу, добрый день, Сергей. Напишите свой домашний адрес. Я приеду к вам. Не могу сказать точно, в какой день. Но обязательно приеду. Господь со мной. Аминь. Вот. Я обещала человеку, я бы поехала. Но прошло... Сегодня у нас с вами 6-й. Это было 3-го марта. В 10 утра 42 минуты. Сегодня вот вечер 6-го марта. Я после концерта пришла и вот снимаю. Человек не отвечает. Может быть, в силу каких-то обстоятельств человек не видел еще, не прочитал мое сообщение. Но по идее, когда видеообращение такое отправляют, ждут же обратной связи. Может быть, что-то прихворал. Может быть, еще что-то. Но я буду ждать, что мне ответят. И если мне ответят, я поеду. Я поеду. Я поеду по адресу, я встречусь с этими людьми, с этим человеком, с этим Сергеем, 59 лет, с его супругом. Мы договоримся о встрече, чтобы была дома жена, чтобы был он, чтобы я приехала. Я буду евангелизировать. Я посмотрю на самом деле всю картину происходящего. Я хочу все это увидеть своими глазами. Не то, что я там не верю людям. Но Господь сказал, доверяй, но проверяй. Поезжай. Основная цель моей поездки – не проверить, что там и как там, а провести евангелизацию, рассказать об Иисусе Христе. Мы с вами очень часто сразу же обращаемся за такой, за материальной помощью. И считаем, что это единственное верное и правильное решение. Нет. Нет. Единственная надежда в этом мире – это Бог. Это Бог. А деньги и вот такая помощь – это помощь от мира, а не от Бога. У нас никогда не будет третьего. У нас всегда будет два. Либо вам мир будет помогать. А мир лжит, лежит во лжи. Неизвестно как и что. Сколько ситуаций было. Сколько Ванечки тогда сделали операцию в Новосибирск. Она была не нужна. Потом конкурс наш благотворительный. Мы собирали деньги, проводили конкурс, чтобы Ване помочь. Он поехал в Германию. А немцы сказали, если бы вот эту операцию не делали, которую в Новосибирске тоже, с увошедших денег, и сколько боли и у ребенка, и у родителей. Вот если бы вы эту операцию не делали, то прошло бы все гораздо лучше, быстрее. И он бы уже бегал. Сейчас, конечно, это будет все сложнее. И мы не даем гарантии, что он побежит. А вот если бы не делали, он бы побежал уже. Понимаете? Поэтому очень важно, очень важно слышать Бога. И вот эта общая воля Божья, чтобы мы все спаслись. Он хочет, чтобы мы все спаслись. Чтобы мы все приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Начиная с Его избранного еврейского народа. То есть евреи. Чтобы они приняли. Ведь они сегодня не принимают до сих пор Иисуса. Они все ждут Мессии. Они собираются строить третий храм. Какой третий храм? То есть они не понимают. Они Духа Святого не имеют, потому что круг замыкается. Они живут старыми дрожжами. Пусть они живут. Я их не упрекаю. Это их дело. Это их выбор. Но Библию это понять можно только Духом Святым. А Дух Святой посылается отцом, детям своим, после того, когда они каются и принимают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И признают Его Мессией. Они этого не делают. Поэтому Духа Святого нет. И они живут, опираясь на Тору, исполняя до сих пор все то, что там написано. В общем, самое страшное то, что Иисуса не признают Господом и Спасителем. Вот что самое страшное. Поэтому основная моя цель любой поездки. Я, значит, услышала поехать в ночлежку. Мне перекрыли путь. Ночлежка для бомжей. Ну, не угодно было Богу. Я дозвонилась, я поговорила. Спасибо большое, конечно, но у нас проходят евангелизации, молитвы, песнопения. В пятницу, в субботу и в воскресенье к нам приходят. Я поинтересовалась, кто оказались баптисты, братья, верующие в Иисуса Христа. То есть поют все. Я говорю, все, спасибо огромное. Ну, все. Я говорю, может быть, мне в четверг к вам приезжать. А не вот в пятницу, в субботу, в воскресенье, а я бы в четверг. Она говорит, да нет, не стоит. Не стоит. Просто у нас в основном мужской контингент. Поэтому все. То есть все было снято. Но я выполнила задание. Я услышала, понимаете, все. Ну, как бы вот дозвонилась, убедилась, что и путь все, как бы вот эти излишние какие-то мои поползновения, вот эти ненужные, они были приостановлены. Сразу же были приостановлены. И не с первого раза я дозвонилась. Было очень сложно еще. Но дозвонилась. Но дозвонилась. Так же, как в онкологический центр я поехала тоже. Сейчас мы решаем вопрос по-другому. Мы сейчас сделаем концерт, мы туда поедем с концертом. Мы выступим. И там будет, через концерт будет проведена евангелизация. Господь все устраивает. Господь все устраивает. Главное, чтобы мы общались с Ним напрямую. И индивидуальную волю, что хочет от нас Господь. Мы можем только лично. Ну вот это же логично. Это же просто логично. И я спрашиваю человека. Вот он, Наташ, мне нужна, значит, твоя помощь. Я говорю, чем? Чем тебе помочь? То есть он же конкретно с человеком спрашивает. Что бы я там ни придумала, я могу его так помочь, и вот так помочь, и вот так помочь. Мне нужна конкретика. Конкретика. Сужайтесь. И тогда, понимаете, мне задают вопрос, Наташа, откуда ты время берешь? Как ты вот столько вот успеваешь? Если Бог на первом месте, то все остальное будет на своем, чего я вам желаю. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok